Всем привет! Вы на канале Тойхаус, здесь лучшие обзоры, только для лучших людей, поэтому если ты еще не подписан на канал, то обязательно это сделай, подпишись, нажимай на колокольчик, да и не будешь пропускать мои новые видео, да, еще на канале идет конкурс на лучший макет города, все видосы я выкладываю на втором канале, который называется Тойхаус ТВ, ну это информация для тех, кто вдруг впервые зашел на мой канал. Ну а если ты меня смотришь, то поддержи лайком и напиши положительный комментарий, я все читаю. А сегодня у нас автомобиль на службе, ребята, вот такая вот газельшка дети, когда-то давным-давно у меня была на обзоре, по-моему, даже такая же модель, но я ее, короче, то ли продал кому-то, то ли поменялся, короче, с кем-то, в общем, нет у меня в коллекции. А теперь, когда я стал строить макет, она мне стала необходима, в общем, приобрел я ее на Унамаге, стоимость в районе 500 рублей, если я не ошибаюсь, сейчас стоит, ну а раньше, в 2000, по-моему, 12-м году вышел данный автомобиль, она стоила вот 300 рублей, либо 55 гривен, ну я округляю, да, 990 тенье, о, все цены здесь есть. Номер 26, автомобиль на службе, классная, кстати, серия, вот это была автомобиль на службе, мне она очень нравилась, я не знаю, если вы собирали, напишите в комментариях, собирали эту серию, нет, мне вот она, прям, почему-то очень нравилась. Сейчас скажу точно, когда вышла, 11 августа 2012 года, тираж был, 80 тысяч экземпляров, и, ну, школьная тематика, школьный автобус, в общем, так, фигурочки мне пока мешаются. Пролеснем, конечно же, с вами журнал, я его уже пролеснул, здесь есть очень интересные статьи, такие, некоторые вещи, которых я даже никогда в жизни и не знал. Я вам сейчас это покажу, ну, в общем, все это, школьный автобус, тудым-сюдым, на базе УАЗика, я уже, кстати, говорил, что на базе УАЗика, ребят, делают не на буханке, а, представляете, на УАЗ-Патриоте, я видел, школьный автобус, очень классно смотрится. Кстати, на этой базе же делают еще всякие скорые помощи, вот, смотрите, ребят, вот на такой вот базе, такую же базу, например, только ставят ее на УАЗ, то есть УАЗ-Патриот, от УАЗ-Патриота. Так, здесь у нас, смотрите, что еще я для себя нового почерпнул, я всю жизнь, сколько ходил мимо, по дорогам и ездил, все время думал, что это обновленный базик, ребят, вот это вот. А это, оказывается, КАВС, представляете, 42-38 Аврора, а я все время думал, что это новый базик, может быть, конечно, базики есть с такими, ну, мордами, да, может, они там похожи друг на друга, я не знаю, но, в общем-то, я вот все время на этот автобус думал, что это, ребята, баз. Вот такое для себя открытие, подчеркну, ЛиАЗ, как у меня, едет там где-то на макете, вон там где-то далеко, ну, и здесь МАЗ, вот все просят МАЗ купить, 23-й этот, а это 103-й, почему-то, чем отличается, не знаю, ну, в общем, такой вот МАЗ, просили меня купить на обзор, но я думаю, что будет в журнале, должен быть такой МАЗик, Скорее всего, может быть. Плакатик симпатичный, и пошли здесь по ГАЗели. И здесь еще, кстати, вот интересно, ну, тут все, в общем, про ГАЗелечку, да, и здесь вот есть очень интересная информация. Сейчас же, вы знаете, да, что школьные автобусы все оборудуются, кстати, мигалками оранжевого цвета. Вот, как-то я задавал вопрос, что находится сзади, то ли это был школьный пазик, то ли это был еще какой-то автобус, в общем, там были вот эти ящики. И здесь, в журнале, это написано, это для портфелей в школьном автобусе должны быть предусмотрены специальные стеллажи, представляете? А я не знал. Вот так вот. Детские сидения в обязательном порядке оборудуются ремнями безопасности. Ну, это понятное дело. И вот, кстати, с мигалочкой уже идет. Ну, и факты. Различные факты. А здесь, кстати... О, что тут про GPS написано? Интересно. Вот хотите, почитайте. А, система навигации GPS. В общем, в следующем номере можно получить вот такой УАЗик. Ну, я не буду его уже, конечно, искать, приобретать. Ну, если попадется, может и буду. Так, и вот она, ГАЗелечка. Здесь самое интересное, что это ГАЗели, ребята, она в декалечках идет. То есть, с различными полезными декалечками, которые, ну, просто здесь, как бы, повесить занавески, номера, и готовая модель у вас будет. Открываем. Запечатано полностью. Ничего больше здесь нету. Здесь у нас сверху Диагостиния, да, написано. Ну, что? Из металла она сделана, ребят. Дети написано. Здесь декалечка, сразу скажу. Здесь у нас дети. Здесь значок у нас, типа, бегающие дети, да. Пластиковая оптика, соответственно, здесь. С проработочкой, все дела. Значок газа присутствует на решетке радиатора. На номере у нас ГАЗель написано. Так, так, с этой стороны. Большой значок Дети. Здесь также надпись Дети, да. Ну, и ГАЗель написано на номере. Заглянем в салон. В салон мы не заглянем. Не заглянем с вами. Вот он этот ящик, как я вам и говорил. Ну, ничего здесь не видно, правда. Почему-то ничего не видно. Так вот, попробую показать. Вон он, видите, в задней части, получается, с правой стороны находится этот стеллаж для портфелей. Сидушечки обычные. Здесь салон черного цвета. Окошки как-то прям маловаты. Ну, я, наверное, ее буду тюнинговать. И тогда уже покажу вам внутренности поближе. Давайте место водителя рассмотрим. Ну, здесь все неплохо сделано. Дверные карты, вон присутствует руль. Все, в принципе, здесь цивильно сделано. Зеркала у нас без имитации зеркала. Так, жалко, конечно, что не заглянешь прям вовнутрь. Модель немножечко в таком как-то масляной, что ли, идет. Но, в принципе, неплохо смотрится. Как статичная модель. Вот прям неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Если у меня еще газельчики. А, они нет, они другие, ребята. Они с высокой крыши. Не пойдет это. Так, давайте нижнюю часть посмотрим автомобиль. Что здесь у нас? Диагостини. Газель. 32. 21. 21. В общем-то, вот такой вот номер. Сделано в Китае. Масштаб 1 к 43. Разбирается модель у нас. Вот болтик. И все получается. Здесь откручиваем. И она вытягивается. Скорее всего, вот этот номерной знак вытаскиваем. И все. Задняя часть, кстати, имеет у нас также пластиковую оптику. Но вообще симпатичная газель. Мне, честно, нравится. Я не жалею, что ее приобрел. Сверху у нас люк находится. Очень круто. И, в смысле, такая цена приемлемая. Не жалко отдать за эту модель 500 рублей, да? Резиновые покрышки. Диски у нас стальные идут. Почему-то хромированного цвета. Не знаю почему. Какая-то фишка у Диагостини. Все вот здесь белого были. Где-то черного. В общем, везде по-разному. Где-то хромированного. Короче, мне нравится. А вы обязательно напишите свое мнение в комментариях. Как вам эта модельчика? Как вам такая газельчика? Теперь вы напишите. Пора строить школу. Ребят, школа будет, наверное. Все, это будет дело. Надо вот такое вот новое полотно делать. Для школы, там, для автобазу я хочу построить. Вот я вам секрет расстроил. Короче, планов много, места мало. Но все будем строить. По-любому буду строить, бросать не буду. Поэтому, как бы, ждите видосики. Но пока заканчиваем вот эту часть. А, наверное, после Нового года уже начнем пристраиваться. Новую часть сделать. Там мы мосты построим, как вы мне говорите. Еще что-нибудь, еще что-нибудь. Речки, пруды. Все будет. Все. В общем, ладно, ребят. Понравился видос. С вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok